Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. В ванную комнату мы направляемся в первые минуты, как только встали с постели. Поэтому от внешнего вида и удобства этой комнаты зависит порой и наше настроение. Поэтому сегодня в нашей программе про ремонт мы дадим вам несколько советов, как можно декорировать вашу ванную комнату. Меня зовут Полина Степанюк. Смотрите сегодня в программе, какая ванна дольше держит тепло, а какая нет. Все характеристики главного атрибута ванной комнаты. Кондиционер и правильная вентиляция, спасение от плесени. Надоел шумный город, переезжайте в область. Новое предложение на рынке недвижимости. Мыло своими руками, мастер-класс по приготовлению. Какие ванные принадлежности были в моде два века назад и что дошло до наших дней. Это и не только, смотрите прямо сейчас. Ванная комната предназначена для расслабления. А вот отдохнуть и порелаксировать после трудного рабочего дня можно только в ванне. А вы знаете, что срок службы чугунных ванн составляет более 25 лет. Остальные имеют самое прочное и крепкое эмалевое покрытие. Так какую лучше выбрать, стальную, чугунную или акриловую? Все плюсы и минусы ванн смотрите в первом материале нашей программы. Чугунные ванны Ванны еще совсем недавно можно было увидеть практически в каждой квартире. Но и сейчас они не утратили своей популярности. Пользуются заслуженным вниманием и уважением потребителей. Среди неоспоримых достоинств ванн из чугуна повышенная устойчивость, а значит безопасность. Дешевая цена, устойчивость к механическим воздействиям и бесшумность. Вода, падая на ее поверхность, не создает грохота. А также способность долго удерживать тепло. Современные чугунные ванны выпускаются не только в привычном нам классическом исполнении, но и с различными дополнительными функциями. Например, системой гидромассажа. Дизайнеры оснащают их ножками и ручками различных стилей и фасонов. Но есть и недостатки. Чугун очень тяжелый, от 80 до 150 килограммов. Но правильно выбранная и установленная ванна будет радовать вас долгие годы. Стальные эмалированные ванны являются хорошей альтернативой чугунным. Они гораздо легче, стоят дешевле, при этом прочны. Легкие в уходе могут быть покрыты антикоррозийной эмалью различных цветов и оттенков. Стальные ванны быстро прогреваются, хотя удерживают тепло несколько хуже, чем чугунные. Для снижения шума от струи воды при наполнении ванны современные производители устанавливают на дно специальные резиновые прокладки. Стальные ванны изготавливают методом штамповки из листа нержавеющей стали. Чаще всего прямоугольные формы. Хотя некоторые производители предлагают и другие варианты. Затем наносят эмаль, срок службы которой при бережном отношении и правильном уходе может быть достаточно долгим. Но есть и недостатки. Вода быстро остывает и довольно скользкое дно. Свою популярность акриловые ванны получили в Европе. Затем дошла очередь и до нас. Надо заметить, что в настоящее время, без сомнений, они являются самыми популярными у потребителя. Акриловые ванны просты в эксплуатации. Легко устанавливаются, имеют небольшой вес, большой выбор цветов. Материал, из которого изготовлены ванны, очень пластичен и удобен в производстве. Благодаря чему акриловые ванны могут быть самых разных форм и размеров. У акриловых ванн много преимуществ. Они полезны для человека и даже для его здоровья. Материал более гигиеничен, чем другие. Есть и практические преимущества акриловых изделий. Можно практически без усилий удалять царапины и пятна. Вода остывает медленно, не происходит накопления пыли и грязи. А также ванна не поменяет свой цвет и не потеряет первоначальный блеск в течение десятилетий. Из недостатков только то, что царапается акрил быстрее, чем чугун или сталь. Зато сколько форм. Для ванной комнаты в качестве настенного покрытия лучше выбирать кафель. Это эстетично и практично. Но не всегда плитка может уберечь ваши стены от плесени. Поэтому лучше заранее позаботиться о микроклимате ванной комнаты. Как выбрать кондиционер и подобрать систему вентиляции, смотрите далее. Главнее всего погода в доме. С этой поговоркой наша героиня Дарья согласна, как никто другой. Вместе с нашей съемочной группой Даша выберет кондиционер, который сделает погоду в ее квартире идеальной. Дарья, звонили? Да. Слушаем. Хотелось бы кондиционировать квартиру. Какие варианты кондиционирования вы можете предложить? Вариантов множество. Зависит от планировки и особенностей помещения. А также от пожеланий и вкусов хозяина. Например, бесшумные инверторные кондиционеры Тошуба, систему Досикай, с плазменной очисткой воздуха, ионизацией, производства Японии Таиланд. Функция ионизации оказывает антибактериальный эффект, устраняет неприятные запахи и табачный дым, и даже некоторые нежелательные и опасные химические соединения. А какие еще есть модели? Допустим, если у вас съемная квартира или дача, отличный вариант мобильный кондиционер. Он не требует монтажа, лег в перевозке, в обслуживании. Если надо кондиционировать несколько комнат, в наличии имеются мультисплит-системы Тошуба, производства Японии, на 2, 3, 4, и новинка этого года – 5 комнат. Мультисплит-системы Тошуба очищает воздух не только от пыли, но и запахов аллергенов, бактерий и вирусов. Инверторная технология сберегает до 20% электроэнергии по сравнению с использованием стандартных кондиционеров. Ознакомившись с ассортиментом и характеристиками кондиционеров, оптимальным вариантом для Дарья оказался мобильный кондиционер. Помимо простого монтажа, такие кондиционеры имеют весьма привлекательную цену, а по эффективности практически не уступают традиционным. Они бесшумны, удобны в использовании и тоже обладают функцией обогрева. Если вы, как и Дарья, мечтаете об идеальной температуре в вашем доме или любом другом помещении, смело обращайтесь в компанию по кондиционированию и вентиляции «Окстрейд». Компания «Окстрейд» на рынке троитных услуг существует с 2007 года. Являемся официальным дилером компании «Тошуба» и «Кария» в Калининградской области. Специалисты компании помогут с выбором кондиционера или системы вентиляции, исходя из ваших пожеланий, требований и бюджета, а также окажут полный спектр услуг от проектирования до гарантийного обслуживания, а вам останется лишь наслаждаться чистым воздухом. Большой склад и наличие товара позволяет оформить заказ в минимальные сроки. Компания «Окстрейд». Улица Клиническая, 83А. Вход со двора. Телефон 377-144. Модная плитка этого сезона – это плитка, выполненная в спокойных и землистых оттенках. Именно она поможет вам расслабиться и современному поколению наконец-то отдохнуть после трудовых будней. Последние тенденции в цвете плитки – это холодные и освежающие оттенки синего, зеленого и бежевого цвета. Они вам помогут попасть в атмосферу спа-салона и расслабиться. Также не забывайте про детали. Например, «Восток». Именно ему уже отдают предпочтение многие дизайнеры. А что никогда не выходит из моды, как можно своими руками сделать мыло и о новинках на рынке недвижимости – смотрите сразу после рекламы. В эфире программа «Про ремонт». Меня зовут Полина Степанек. Сегодня мы показываем вам, как можно преобразить вашу ванную комнату. В первой части программы вы узнали, какие виды ванн есть и что обязательно нужна вентиляция в этом помещении. Эта четырехкомнатная квартира продается в Мамонова, в самом престижном доме этого города, в 47 километрах от Калининграда и всего 3 километрах от польской границы. Дом кирпичный 2005 года постройки. Общая площадь квартиры составляет 127 квадратных метров. Всего четыре комнаты, которые изолированы. Порадуют новых жильцов и высокие потолки – почти 3 метра. Также есть просторная гардеробная. Кухня оснащена бытовой техникой, площадь которой составляет 15 квадратных метров. Санузел раздельный. На газ и воду установлены счетчики. Из окон открывается вид на озеро и городской парк, так как квартира расположена на две стороны дома. С одной стороны лоджия 5 метров, выход из холла. С другой – застекленный балкон 3 метра с выходом из спальни. Рядом расположена школа, садик, супермаркет. Есть два сухих, хорошо оборудованных подвала. Личная парковка. Возможно, продажа квартиры с мебелью и бытовой техникой. Плюс шикарная дача в подарок – в 15 минутах ходьбы от дома. И стоит такая квартира 40 тысяч рублей за один квадратный метр. История мыла насчитывает около 6 тысяч лет. Но даже до его появления люди пытались очищать свое тело с помощью различных средств. Например, древние греки времен Гомера обтирали тело мелким песком, привезенным с берегов Нила. Сейчас все намного проще. Мыло можно сварить дома самому. А как – я расскажу вам в следующем сюжете. Любая ванная комната не обходится без средств гигиена. Шампуни и гель, конечно, дома сделать посложнее. А вот мыло вполне возможно. Ксюш, что мы будем делать? Сегодня я вам расскажу, как в домашних условиях можно сделать красивый и натуральный кусочек мыла. Для работы лучше использовать перчатки, так как нужно соблюдать гигиену. А все ингредиенты можно купить в специализированных магазинах. Базой для изготовления такого мыла служит мыльная основа, которая делается тоже промышленным способом, из воды, глицерина и щелочи. Но тут не минимизированы химические компоненты. Мы будем использовать только натуральные. Это базовое масло, эфирное масло и минеральный пигмент краситель. Мыльную основу нужно нарезать на маленькие кусочки и поставить топиться. Можно на водяной бане или в микроволновке. Пять минут будет достаточно. Проверяем, все ли кусочки растопились. Так как наше мыло будет в форме ромашки, мелкие детали, сердцевину зальем из пипетки желтым цветом. Для этого добавляем немного красителя. А чтобы не образовалось никаких пузырьков, форму нужно сбрызнуть спиртом. Базовое масло, в данном случае у нас масло виноградной косточки. Оно обладает увлажняющими, питательными свойствами и антисептическими. Преимущество натурального мыла, что мы можем сделать любое подходящее нам мыло по вкусу, по запаху, ингредиентам и цветам. На небольшой кусочек мыла хватит всего 6 капель базового масла и не больше 5 эфирного. Когда основа остыла, мы заливаем форму полностью. Мыло сохнет при комнатной температуре в течение 30-40 минут. Но когда оно покроется, у нас достаточно плотная пленка, мы уберем его в холодильник. Желательно положить в морозилку. 10 минут будет вполне достаточно, чтобы мыло застыло. Главное, чтобы закрепилась сердцевина нашей ромашки. Остальное дело техники. Наше мыло готово. Мы сделали его всего за 40 минут. И намного дешевле, чем в магазине. Правда? Да. Себестоимость такого мыла в 60 рублей в магазине будет стоить от 200. Такое мыло, сделанное своими руками, подойдет в качестве подарка на любой праздник. Как мыло имеет свою историю, так и некоторые предметы интерьера в ванной комнате тоже пришли к нам из древности. Ванна появилась около 4 тысяч лет назад. Римляне и греки принимали ванну не только, чтобы помыться, но и потому, что считали, что это лечение для их организма. А вот раковины появились не так давно. Были специальные умывальники. В одном из антикварных магазинов Калининграда сохранились ванные принадлежности 19 и 20 века. И их, кстати, до сих пор можно использовать. Далее смотрите рубрику «История одного предмета». Набор для умывания «Виллерой энд Бог» немецкого производства. Этот антикварный предмет ванной комнаты относится ко второй половине 19 века и сохранился в полном составе и хорошем состоянии до сих пор. Часто они бывают только тазик с кувшином, а это вот такой из четырех. Это фаянс и традиционный стиль «Виллерой энд Бог». Там вот такой сдержанный, белый с волоской, ну, по золотой немножко. Из-за этого кувшина лили воду. Есть тазик, чтобы умываться и мыть руки. А также мыльница и подставка для зубных щеток. Примечательно то, что были деревянные, металлические и медные умывальные приборы. Но предпочтение отдавали фаянсу из соображений эстетики и гигиены. Это у нас щетка плотина, то есть одежду чистить. Это щетка для волос. Это натуральная щетина и бронзовая оправа. Произведен этот комплект во второй половине 19 века в Германии. Из следов времени только патина. Сейчас комплект стоит 4,5 тысячи рублей. Также сохранился и итальянский рукомойник. Производство начала 20 века. А с помощью этого медного умывали в середине прошлого века. Отличный вариант, который сейчас чаще используют на дачах. Наша программа подошла к концу. Я надеюсь, вам пригодятся наши советы, и вы сможете разумно продекорировать вашу ванную комнату. Помните, все зависит только от вашей фантазии и настроения. И тогда это станет местом вашего расслабления. Меня зовут Полина Степанюк. С вами была программа «Про ремонт». До встречи. Увидимся ровно через неделю. Субтитры подогнал «Симон»